В первую очередь хотел, конечно, поблагодарить за организацию данной площадки, на самом деле такой новый формат и, наверное, очень удобный, где тебя не лишают ни слова, не затутают, да, Наталья Сергеевна? Не отключают микрофоны, да, и можно на самом деле в прямую высказать все то, что как бы хотелось бы сказать. По данной теме хотелось бы, конечно, отметить, во-первых, во многом соглашаюсь с коллегами, которые выступили до этого, также для меня, как и для всех, наверное, жителей республики непонятны действия властей, наверное, с самого начала пандемии. Это с конца марта, да, когда были закрыты, введены там карантинные меры, было повсеместное закрытие бизнесов, учреждений, школ, общественного транспорта и тому подобное. Это было сделано буквально там на пяти заболевших, ну, на пяти случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Далее, соответственно, все сидели на жесткой самоизоляции, в принципе, вот тут порядка, наверное, там двух месяцев, да, но, тем не менее, какого-то жесткого контроля в части этого все время не осуществлялись. Да, там были выпущены указы, которые, в принципе, не соблюдали, ну, уже где-то, наверное, месяца через полтора многие предприниматели, вот тут даже Санал ввел эфир, где там на богатуре в открытую велось спортивное мероприятие, есть видеофиксация, это не вымысел какой-то, это на самом деле. То бишь, даже родственники, руководители республики не соблюдали тех указов, которые были выпущены. Затем, когда уже были многочисленные заболевания, начались послабления, но послабления начались не из-за того, что ввелась какая-то эффективная борьба с коронавирусной инфекцией, а из-за того, что уже просто не могли сдерживать, потому что понимали, что народу непосредственно надо работать, на что-то существовать. И для того, чтобы сдерживать народ по домам, бизнес держать закрытым, они понимали, что нужны какие-то расходования из бюджета, которых у них нет. Но они потеряли за этот период столько времени, когда могли бы действительно консолидировать какие-то резервы бюджетные, действительно просмотреть эффективные меры других стран, других регионов. Я отмечаю сам, наверное, один из эффективных способов, который показала Германия. Она везде и повсеместно начала брать тесты в открытых пространствах, везде ставили какие-то палатки, везде у людей брали тесты на коронавирусную инфекцию. Они практически не закрывали бизнесы, они практически не закрывали никакие учреждения. Они начали массово выявлять то, чего у нас не происходило. У нас на протяжении этих четырех месяцев бизнесы стояли закрытые, в отличие от соседних регионов. Это был вообще маразм. У нас люди ездили в соседний Волгодонск, в аквапарк, в Волжске, еще куда-нибудь. В соседние регионы мы прекрасно знаем, что там были открыты рестораны, все там, ничего особо не закрывалось. В то же время там не было такого коллапса. Также за этот период было упущено время для того, чтобы как-то выбить некие бюджетные сигнования с федерального центра на строительство каких-то палаточных лагерей, чтобы действительно на тот экстренный случай, чтобы был некий резерв. Давайте вспомним ту двукратную попытку покупки ИВЛов по сомнительным ценам, где мы обосновывали то, что эти цены такие дорогие из-за того, что нам здесь и сейчас их поставят. До сих пор нет этих ИВЛов. Почему тогда, когда было всего там порядка ста заболевших на всю республику, они ставили этот вопрос остро, то сейчас, когда перевалило в ответку 5 тысяч человек и по 100 человек в день уже заражается, у нас не ставится этот вопрос покупки ИВЛ. Также вот сейчас, когда у нас уже такая, ну, наверное, действительно коллапсная ситуация, у нас открываются школы и закрываются больницы. Как? Чем это объясняется? Вот соглашусь полностью с Натальей Сергеевной, если мы открываем школы, тогда надо было на входе не только учителей, всех учеников, у всех учеников взять, провести тестирование. Да, я так думаю, на это действительно поняли бы все. Да остановите вы строительство ледовой площадки. Она подождет, год подождет, я думаю, жители и центральные власти это поймут. Поймут это, 12 миллионов выделяется там с рез бюджета. Да остановите другие какие-то бюджетные сигнования, ну, можно будет это потом обосновать, сейчас коллапс. Это никогда такого нет. Сделайте как раз таки, если вы решили все-таки запускать школы, тогда проведите это повсеместно, именно тестирование. Ученики идут в школу, я не хочу отдавать своего ребенка в школу, зная то, что может быть у него в классе 5 человек заболевших. О чем, в принципе, никто не знает. Смысл открывать школы, если через неделю они будут закрыты, и уже на сегодняшний день порядка 6 школ уже, да, вроде коллеги, порядка уже 6 школ уже закрыты, а это только начало сентября. Смысл это было все это делать, да, там, тоже непонятные действия, там, до 11 часов теперь там рестораны закрыты, что у нас, коронавирусная инфекция просыпается после 11 часов ночи, хотя, конечно, я понимаю какие-то виды бизнеса, действительно, может, надо там где-то ограничить, да, там, но они, эти правила должны быть понятны, понятны всем гражданам, для чего это делается, почему это делается, а не так выборочно, для того, чтобы показать потом, для кого-то отчитаться, что мы какие-то действия делаем. Эти просто действия больше похожи на то, то, чтобы если завтра у них спросят, что вот вы допустили такую коллапсную систему, они скажут, а мы вот делали, мы вот такие ограничения делаем. А на логику, которую вот тут действительно была бы понятна всем, каждому гражданину, и он бы тогда, соответственно, доверял властям, а на данный момент нету этого доверия власти, да, в их действиях. Если бы власть сказала бы конкретно, и я считаю, даже если школу открыли, это даже не единоразово на входе надо было делать это тестирование, а, возможно, там раз в две недели надо делать это тестирование, выявлять, потому что все равно эти очаги возможны, это массовое скопление, и в первую очередь это дети. Так что тут у меня примерно вот такие видения. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл. 72 небылицы». Рассказ «Диалог Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Далуншиндже. Гаданий по баране лопатке», представленный в очерке народного поэта калмыки Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке – «Mendift NB. Здравствуйте, это я». Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обучиях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.